Добрый день! Вот наступил тот самый момент, мы ждали два месяца, выбрали единственный день в эту странную зиму, когда холодно, чтобы мы могли принять бетон. Идем посмотреть, что у нас там происходит. Вот нам пришлось отсыпать вот такую дорогу, грунт сел, первая машина проехала и встала. Вот какой величины щебень. А сейчас идет еще очередная машина. Вот так вот держит щебень, пусть как проминается. Но зато мыть не надо колеса. Какая подушка у нас. Грандиозный процесс. Подоливки бетона. Здоровый. Бетононасос. А это он не замерз, он затвердел? Да, затвердел он, но вместо добавки вроде бы не вверх. Вот где вода, она как вода стоит. Ну вода, да, сверху он и схватился вот этот. Ну будем надеяться. Хорош на штукарейках, да? Да, но просто лишнее сначала надо тем правилом убирать и потом разгладывать. Пока все идет очень гладко. Заливать фундаменты зимой, это в каком-то особом случае, как у меня. А так это, в общем-то, достаточно накладно и дороговато, но возможно. Вот так выглядят провода для прогрева. Вот так они лежат. Прикольно, через гвозди все это так сделано. Подключено. Надо сказать, что компания-партнер, которая делает бетон, реальный партнер. Я думал, что лить будем до утра. 160 кубов. Машины идут сплошным потоком. Вот сейчас время 5, а нам осталось еще, ну, машин 5, чтобы это все залить. Вот они, трансформаторы. Вот отсюда выходят напряжения. И специалисты потом будут подключать. Сами мы это не делаем. Нанимаем компанию, которую все это делаем. Счита подключили, да? Нет, нет, я подключил. Сейчас пока не подключили, мы пока проверяем. А что ты проверять-то будешь? Температура бетона. А, температура бетона. А, да. Сколько? Ну, греть надо. Один это мало. Нет, 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 угреть. Идет дискуссия на тему, как подключить. Потому что в присадке до минус 10, мы проверили температуру раствора. Он сейчас около нуля. И мы начнем сейчас его греть. По сути, дело самое важное, чтобы мы залили фундамент, а не каток. Но присадка до минус 10, она будет держать, и кристаллы образовываться не будут. Уже темно. Когда я сейчас подхожу к генератору, видите, какое небо, звездное, прекрасное. И вот так тихо работает генератор. Слушайте, я думал, тарактеть так будет, чтобы мама не горит. Вот такой генератор у нас стоит. Темно не видно, но процесс идет, идет процесс. Мы не останавливаемся. Еще 15, еще 2 машины, полторы, и мы закончим. Сейчас будем натягивать пленку. Я пойду помогать. Что, начинаем? 36,6? Да, 36,6. Ну что, добрый день. Знаете, наступил тот самый момент, который я так долго ждал. Мы сейчас посмотрим, выиграли мы или очень проиграли. Мы залили фундамент. Был как раз самый морозный день, потому что нужно было заехать на участок и не утонуть. Сейчас мы посмотрим, какая температура плиты, которую мы греем при помощи трансформатора и греющего кабеля. Но при помощи этого прибора мы сможем проверить, что у нас получилось. Честно говоря, очень волнуюсь, потому что если все окей, то у меня будет дом. Если нет, он будет, но значительно пуже. Здесь работает у нас два источника питания. Один источник питания – это дизель, я уже показывал. И другой источник питания – это наше электричество. Вот стоят два трансформатора, которые соединены с фундаментом. Там проложен кабель и, по сути дела, сам арматурный каркас является у нас источником тепла. Бетон уже поберел. Мерю его температуру 27,6 градусов. И он теплый на ощупь. Ну что, я могу вам сказать, что эксперимент удался. Я бесконечный этому рад и счастью. 31 градусов. Что я могу сказать? Самое страшное, что могло произойти, к счастью, не произошло. Фундамент жив, живее всех живых. На нем точно будет стоять дом. Поэтому я хочу порадоваться вместе с вами. Надеюсь, вы и сам. Дому быть. Снимаем по вторник опалку. Стоим мы один трансформатор оставляем. Уезжай от генератора. Я во вторник привожу все. При бомбасе до нуля. Вы начинаете кипучиться. А вот так вот. 30 градусов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok